Мы находимся в святом историческом месте Вологодской области. В Кадуйском районе, в местечке под названием Зеленый берег, расположена древнейшая Филиппо-Ирабская обитель. Сегодня здесь праздник. Собралось огромное количество прихожан. Филиппо-Ирабской обители исполняется 500 лет. Сегодня как раз дата 500 лет со дня события, которое изменило практически всю историю этой местности. Потому что именно по новому стилю Себра 21 мая, по старому 8 мая 1517 года сюда пришел святой из Корнилия Канельского монастыря преподобный Филипп Ирабский. И он как раз шел по призванию Божией Матери. Ему был глаз, что иди на север, там обретешь себе место. И вот он очень долго шел и искал то место, которое было для него уготовлено. И в конце концов, утомленный долгодорогой, он пришел как раз вот сюда, на Андагу. Здесь крутое излучино, очень красивое место. И утомленной дорогой прилег отдохнуть. И только он прилег, как вдруг увидел, что с неба к нему спустился ангел Господень, который сказал, что вставай, Филипп, потому что здесь Господь уготовал тебе место. И он тотчас встал и пошел в соседнее селение, вот здесь в четырех верстах есть село Никольское. И там жил хозяин этой местности, князь Андрей Шелешпанский. И вот Филипп попросил, чтобы князь Андрей пожаловал ему землю для устройства монастыря. И князь Андрей, он сам пришел сюда, на это место, своим посохом очертил участок земли, на котором дозволил поселиться преподобному Филиппу, и ушел к себе в Никольское и устроил пир. Князь Андрей отвел весь участок земли между большим рабом, которого там находится, и малым, который вот с той стороны монастыря. И вот эта территория с этого момента стала принадлежать Филиппу и рабской пустыню. Преподобный Филипп сначала устроил себе небольшую келейку, часовенку срубил, а потом уже стал просить местных жителей, чтобы могли ему устроить храм Божий. И вот вскоре здесь появилась первая деревянная церковь в честь Пресвятой Троицы. И вот долгое время в пустыне были деревянные кельи, деревянный храм в честь Пресвятой Троицы. И уже на исходе 17 века, в 1699 году, здесь была построена первая каменная церковь, вот которая слева, к сожалению, пока в полуразрушенном виде находится, Троицкий собор монастыря. А спустя еще небольшое время, уже в 1755 году, появилась вторая каменная церковь, вот как раз мы рядом с ней сейчас стоим, Казанский храм. То есть храм в честь Казанской иконы Божьей Матери. В первой половине 19 века в монастыре появился еще и третий храм в честь преподобного Филиппа Ирабского. Вот остатки его мы тоже видим с этой стороны к Троицкому собору пристроенные. А первоначально этот храм был возведен тоже удивительным подвижником благочестия, мощи которого почивают здесь, мартирием. Вот. На той стороне, на северной стороне, рядом с речкой Андага. Вот. Но поскольку Андага подмывает свой берег, этот храм стал рушиться. Таких у нас очень мало сохранилось, как ансамбль Филиппа Ирабской пустыни. У него было пять башен по углам. Вот из них сохранились, к сожалению, только две. Еще одну постройку нужно обязательно отметить. Это часовня, которая была построена на месте, где преподобному явился ангел Господень. Она была сначала деревянная, потом каменная. В советские годы ее разрушили до основания, даже следов не осталось. И вот буквально недавно Романагеронтий восстановил эту часовню, и сегодня будет ее освящение. И вот всегда вот в сегодняшний день, то есть по новому стилю 21 мая, в пустыне совершалось большое празднество в честь прихода преподобного и крестный ход вокруг монастыря и вот к этой самой часовне. То есть в этом году как бы эта традиция возобновится. Почти год назад по благословению епископа Череповецкого и Белозерского начались монастыри восстановительной работы. Реконструкция касается всех зданий монастырского ансамбля. Усиленно восстанавливается Казанская церковь, основательно ремонтируются кельи, в некоторых из которых уже проживают послушники и трудники, помогающие в работе. А вот уже и готова восстановленная часовня, которая по преданию находится на том месте, где сошел к основателю Филиппу ангел Господен. День 500-летия прошло ее освящение. 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 День 500-летия прошло ее освящение.